Сергей из станицы Анапская. С детства любит играть в футбол, работает в банке. Участием в играх и соревнованиях компенсирует нехватку движения. Приятно побить, попадать. Это все-таки не асфальт. Можно и через себя ударить, красивые голы сделать. Ну, самое приятное в этом. В турнире принимают участие 11 команд из Анапы и 10 сельских округов. По правилам необходимо играть три тайма по 12 минут. С поправкой на погоду сделали по 10. Четвертьфинал. Турнирная судьба свела команды Витязевского и Анапского сельских округов. Там уже началось строительство тренировочных баз для команд-участниц мирового футбольного первенства 2018 года. После соревнований они достанутся муниципалитету. Турнир же – возможность самим поучаствовать в развитии спортивной инфраструктуры. В распоряжении команды, которая займет первое место, поступит 500 тысяч рублей. На них можно будет приобрести инвентарь или оборудовать спортивную площадку. 300 и 200 тысяч, соответственно, награда за второе и третье место. Поле небольшое, поэтому игра динамичная, атаки короткие, меньше бега, больше ударов. А в футболе это самое интересное не только для зрителей, но и для игроков. По словам главного судьи соревнований, уровень команд на турнире год от года растет. Многие в буквальном смысле открывают для себя этот вид спорта. Есть такие моменты, что даже люди с большого футбола приходят, профессионалы, да? Казалось бы, вот он сейчас придет и сыграет в пляжный футбол. Нет, у многих не идет, допустим. У некоторых сразу идет играть в пляжный футбол. А так покрытие, самое лучшее покрытие – это песчаное покрытие. Для мышц, для суставов всего – это самое лучшее покрытие. Победа в четвертьфинале досталась Витязева. Их соперником в финале станет команда Виноградного сельского округа. Она одержала верх над сборной Анапы, преподнеся сюрприз специалистам. Финал состоится 12 августа и обещает быть интересным.